Мама тут говорит, что в деревенской обстановке не помешало бы ей приобрести внедорожник. Мама человек, которая была против того, чтобы я вообще получала права. И брат говорит, сядь, посмотри, как тебе. Как мне? А что у тебя нету места, где поставить камеру? О, я поставила. А на эту штуку можно приклеить камеру? Ну, давай. Ну, если есть там металл. А, ну металл у меня есть. Спойте кто-нибудь песню. На, на, на. Нет, знаешь как? Это не женская машина, я тебе скажу. Это чисто мужская, чисто перевозить какие-то грузы, аппаратуру. Грузы, да, генетик, грузы, да, грузы. Груз наоборот. Ну, то есть ее не жалко. Как ты едешь по полям? У него здесь ароматы. Я багажу, я хожу в магазине. Багаж есть. Зачем? А на самжутка выхали, касается. А мне надо 10. Нет, машина хорошая, но она не стоит тех денег, которые ты платишь за нее, за аренду. А, вот это да. То есть за год ты ее выкупаешь, ты слишком дорого взял. Где найти таких дураков? Я в тоже несколько машин в аренду сдала. Я вообще джип не хочу. Я хочу седан. Тем более такой. Это старушка, да? Сколько ей лет? Твоя машина лучше, чем эта намного. Конечно, она комфортнее. И багаж больше. Да. И скорость другая. Но колесики тут большие. Вчера не смогла вам показать, потому что было темно. Но вот так вот мы стелим орешки, чтобы они высохли. Потом уже в мешке, чтобы не было плесени, нужно хорошенько высушить орехи. Но когда вы хорошенько их сушите, они теряют веси. То есть они становятся легкими. А мы продаем, получается, по килограммам. Поэтому это невыгодно, но это вынужденная мера. А здесь я спала. Закрыла вот это вот окно наглухо. А здесь... Здесь как бы стекла. Поэтому ничего закрывать не пришлось. Мне так раздражает эта живность в деревне. Поэтому приходится как-то спасаться. Вчера ночью монтировала для вас влог. Он получился на 25 минут. Это как мы приехали. Там особо деревенскую обстановку мне не удалось для вас заснять. А вот вроде вчера я... Я, в общем, смонтировала. О, сохранилась, слава богу. Я так боялась, что не сохранится. Вот. Все в процессе. У меня просто села зарядка. Но, к сожалению, в этой комнате, в которой я сплю, нет ни одной рабочей розетки. Прикиньте. Вот. Поэтому пришлось оставить до утра. И сейчас у нас есть соседский Wi-Fi. Постараюсь подключиться и загрузить вам видео. Если не получится, уже ждите в понедельник. Мы сейчас с братом обсуждали. На самом деле, если создать здесь все условия для комфортного проживания, можно здесь остаться и на месяц, если провести интернет. С интернетом я, кстати, не знаю. Вот, например, у меня дачный дом. Я приезжаю сюда только на лето, на три месяца. Как организовать нормальный высокоскоростной интернет? То есть, если я проведу сюда интернет, получается, каждый месяц я должна платить за него. А если я прихожу всего три месяца в год, зачем мне проводить интернет и платить весь год? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает о таких случаях, что следует сделать. Соседи тоже, к сожалению, выключают свой Wi-Fi на ночь. Печалька. Надо у этих соседей спросить. Возможно, они не выключают. Типа это вредно для организма. Я сплю под Wi-Fi. Короче, отдельный хаос-тур обязательно будет. Я обязательно засниму. И надеюсь, что хотя бы в этот раз этот материал не удалится. Вот такой вот у нас дом. Здесь бабушка сделала это сеточку себе. И у нас поспел инжир. Я ненавижу инжир, но многие любят. Многие любят варенье из этого фрукта. Сейчас вам покажу, кто не знает. Выглядит вот так вот. Не знаю, мне вообще не нравится. Мой самый нелюбимый фрукт. Иногда мне пишут в комментариях, что с ними не знаю мукбанг с инжиром, с ними мукбанг с пловом. А я не могу объяснить, что эти фрукты не люблю. В общем, сейчас ради вас пробанем. Ненавижу. Репортаж с места событий всегда, всегда. Мы едем на наш участок, да, как сказать правильно, где как раз-таки выращивают эти орехи. Мы там уже были, но решили как раз поехать еще раз. Я надеюсь, что они меня сейчас не ударят, не двинут и камеру не уронят. Фервет, фервет, и тебе фервет пламенный. Смотрите, какие мастички. Ой, господи. Кочки сплошные. Ну что, мы едем, уже доезжаем. Ну все, мы доехали. Посмотрите, какие ровные ряды у мамы. Мам, ты прям вообще-то ювелир. Мам, как лицезреть плод своих этих... Фантазии. Ой, каких фантазий? Чего ты меня путаешь? Труда своего. Мы, конечно, выбрали время не самое лучшее. Прямо самая жара. Пик. Надо было с утра прийти сюда. Как собираются орехи? Сейчас вам расскажу и покажу. Например, вот дерево ореховое. Правда, оно маленькое, поэтому приносит очень мало плодов. И вот на земле раз орех. Видите, и еще один орех. То есть работа здесь очень трудоемкая. Плюс такую жару еще здесь могут быть змеи. Поэтому надо быть максимально аккуратными. Земля, заметьте, вся в трещинах. Это значит, что не хватает воды, не хватает полива. Вообще, такой участок полить тоже где-то нужно тысяч пять минимум, чтобы полили. А это наш участок с высоты. Давай, начинай. Не так. Ну все, мы домой. В путь. Пришли мы, посмотрите на мои ноги. Где я успела так запачкаться, даже не знаю. Я как это бомжаром. Короче, брат едет в деревню своей жены. И у нас есть такая традиция, которая еще осталась от моей бабушки. Когда человек уезжает... Ой. Надо ему вслед кинуть воду. Блин, он там. Я хотела ему вслед кинуть воду. Вот так вот подбросить. А он там стоит с мужиками. Я такая с камерой направляюсь туда. И так странно меня смотрят. В общем, сейчас он уезжает. И эту воду кидают вслед, чтобы он обратно вернулся в таком же хорошем настроении, так скажем. Счастливо вернулся. А если вы хотите, чтобы этот человек навсегда остался там, то вслед кидают камень, да? Когда девушку выдают замуж, например, кидают камень, чтобы, типа, она там закрепилась, там осталась. Сейчас искупнешься. Хорошего пути тебе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хорошего пути дальше. Только сейчас обратила внимание, насколько у меня отросли ноготочки. У мамы уже все отвалилось, а у меня просто отросли. Надо было сделать коррекцию, укоротить, а потом приехать сюда. В следующий раз точно буду делать короткие, а то мне уже надоели длинные. Хотя смотрится так классно. Я всю жизнь любила длинные ногти, но сейчас хочется какого-то разнообразия. Посмотрите, что я случайно нашла в шкафу. Тут столько книг, которые я прочитала, когда мне было 13-15 лет. Я покупала книги и читала, и там прям целая коллекция моих книг. Как хорошо, что мама их не выбросила. Это самая любимая первая книга романов о любви для девочек. Очень интересная. Я даже хочу перечитать ее. Другие романы есть. Детективы Дарьи Данцовой в этом шкафчике. Просто там темно, поэтому не снимаю вам. А еще я нашла свои винеточки. Вот это точно моя. Вы узнаете здесь меня? Это Галина Михайловна. Моя первая учительница. Но помните, я вам рассказывала историю, как из-за моего телефона на меня орали. Это была не она. Это была вот она. Но я как бы не обижена на нее, так скажем. Это ее работа орать на нас. И вот такая вот я была девчуля. Посмотрите, какие у меня брови были сросшиеся. Глазки. Баси, баси, глазки. И классный такой бантик. Я была в этом году обижена на маму, потому что она не купила мне блузку, которую я хотела. А это мои одноклассники. Ни с кем из них я, к сожалению, не общаюсь. Да. Вот такой вот у меня был класс. Сейчас они потихоньку уже к седьмому, к восьмому все переезжали, так скажем. Если кто-то из моих одноклассников смотрит меня, то обязательно отпишитесь в комментариях. Каждый раз я забываю. Это такой палац для коридора. Он у нас был, когда мы жили в Саратове. Сейчас вам раскрою и покажу. В коридоре. И сейчас он не подходит ни под этот дом, под параметры, ни в наш новый коридор, в котором я живу. Он слишком узкий и не подходит. И вот каждый раз я говорю, что надо измерить коридор моей квартиры, которую я купила. Там вроде широкий коридор. И каждый раз я забываю. Если бы, например, я знала точные параметры своего коридора, можно было бы стелить. Ну а что? Скоро вообще из моды выйдет. Ну не могу сказать, что сейчас прямо это хит. Модно особо. Просто жалко. Вот так вот лежит. И у нас здесь, знаете, куча ковров. Вот я вам рассказывала, кстати, вот на мукбанке. Сейчас уже могу все это показать на деле. Вот этот вот ковер, это, например, ручная работа. И в то время подобные ковры стоили очень дорого. Продав где-то 5-6 таких ковров, можно было купить недвижимые, земельные участки и так далее. Смотрите, сколько здесь узоров. Это все труд моей бабушки. Она плела эти ковры на протяжении всей своей жизни. И таких ковров просто дофига. Я вот иногда спрашиваю бабушке, почему ты в то время не продала и не купила много участков? Она говорила, кто тогда знал, что это все обесценится? И появятся вот такие вот ковры, которые уже производят, не знаю, на заводах на всяких. И стоят они копейки. Естественно, эти тоже уже обесценились. Когда моя мама выходила замуж, было очень модно. Даже когда бабушка выходила замуж, всем дарили сундук. И этот сундук, это ручная роспись Тойю Мубарек. Это значит на азербайджанском счастливая свадьба. Или как сказать, поздравляю со свадьбой. И, в общем, дарили такой сундук, заполненный всякими вещами. Даже не знаю, что здесь есть. Ну, в общем, невеста могла здесь повесить ключ, как бы держать свои вещи в сохранности, так скажем, чтобы никто у нее ничего не украл. Да и вообще считалось престижно, если тебе на твою свадьбу родители дарят сундук. Он, правда, выглядит немножко потрепанным, но что вы хотели? Моя мама выходила замуж 26 лет назад. Так что нормуль. И в то время эти рисунки рисовались художниками. Прикиньте, сейчас я в ютубе вижу художников, которые что-то рисуют. И прям, не знаю, в шоке от их таланта. Такой, мне кажется, сейчас даже ребенок может нарисовать. Но в то время специально платили деньги художникам, чтобы они разрисовали. И что у нас здесь? Я даже не знаю. Здесь какие-то платочки. О, какой платочек классный. Вау. Давайте померяем, что ли. Раньше незамужние девушки обязательно надевали платок. Не так, как сейчас религиозные деятели одевают хиджаб, например, да? Это просто вот такой платок. Немножко видно волосы. Платье длинное. Вот так. Красиво же мне идет. Я сколько раз не надевала платок. Мне так нравится, когда я в платке. Этот звук. Солнышко, листья. Красота. Я хочу помыть полы. Точнее, помыть лестницу. Сейчас будем заполнять водой. У нас, к сожалению, крана нет. Мы воду берем у соседей. Обожала всегда мыть эту лестницу. Даже когда была подростком и ребенком. Прибралась в этот раз во всем доме. Потому что снимала для вас очередной хаус-тур по дому моей бабушки. Убралась еще и во дворе. Но все это снимать не стала. Так как влоги так и так получаются очень длинным. И даже на флешке уже не хватает памяти. Но я думаю, что вы будете смотреть с удовольствием. Странный я, однако, человек. Не взяла Твикса, оставила его дома. Мне скучно без него. Беру Твикса с собой. Думаю, нахрена я его взяла с собой? Как же он меня достал? Сейчас вот я сижу и думаю, блин, скучашки. А что там делает мой котик? Я вот шла. Увидела там кота. Я, кстати, кормлю здешних котиков. Один вообще прям говорит, я ваш. Я ваш кот. Кормите меня. Что даешь, ешь. Даже хлеб. Прикиньте, даже обычный хлеб. Котик кушает. Это так приятно. Хочется прокормить прям всех. Надо было корм с собой. Взять что-то я не додумалась. В прошлый раз взяла, не нашла ни одного котика, которого можно покормить. А в этот раз не взяла. Пожалуйста, дофига всех. Это, наверное, потому что уже мама с бабушкой здесь живут уже месяц. И мама постоянно подкармливает. Они уже привыкли. Наверное, друг другу говорят, там кормушка, там кормят. Поэтому приходят разные коты каждый раз. Вчера был такой похожий на твиксика. Не показала вам процесс, как я приготовила. Смотрите, какая аппетитная картошечка. Сверху еще яйца. Еще с кефиром вдобавку. На сливочном масле, который из-под коровы прям. Получается обалденно. И новая плита. Хотя она выглядит точно-точно так же, как и старая. Но старая она у нас это подводила каждый раз. Чуть ли не пожар была с ней. Очень сложно было. Поэтому купили новую вот такую вот плиту. Но для деревни нормально. У нас провели газ. Газ провели абсолютно бесплатно. Вот у нас тут газ. Счетчики поставили. И удобно. Раньше мы использовали баллон газовый. А сейчас все намного проще. Я так проголодалась, ребятки. Смотрите, как аппетитно получилось. У нас еще здесь котых. Это густой кефир. Вместе с картошкой получается обалденно. Тут еще салатик. Лавашик, который я привезла еще из баку. Единственное, что раздражает, это мухи. Что с ними делать, непонятно. Приступаем. У нас есть вот такой поднавес. Здесь столы для каких-то мероприятий. Но навряд ли здесь будут какие-либо мероприятия. И вот, что я вам хочу показать. Помните, в предыдущих влогах из деревни я вам показывала, как мы сжигали ос. Посмотрите, какой огромный улей. И это не единственный. Здесь несколько таких. Вы знаете, тут даже стоять как-то очково. Посмотрите, сколько. Сколько здесь ос. Это все, наверное, мы будем сегодня вечером сжечь. И вот еще осы. Но это небольшой улей. Большой вот здесь. Даже ближе не могу подойти, чтобы показать вам. Они везде здесь летают. Что-то фокуса нету. Но если вы видите, прям на лампочке. Вот-вот-вот зафокусировалась. Прям на лампочке осы строят себе улей. Это на самом деле очень опасно. Они жалят. Вот, смотрите, сколько их. Так, сегодня вечером мы этим займемся. Но я думаю, так как здесь электричество, к сожалению, их поджечь не получится. Это просто опасно. Самое страшное в деревне это деревенский туалет. Тем более он очень старый. Сколько себя помню, этот туалет всегда стоял. И он даже в какой-то степени в аварийном состоянии. Поэтому ходить сюда я как бы не рискую. Я надеюсь, что до завтрашнего дня мне туалет не понадобится. А если понадобится, есть другие варианты выхода из этой ситуации. В общем, как собираются орехи. Ходите вы, значит, по вашему саду. И вот так вот они падают на пол. И по одной так вот собираете. Здесь у нас соседи. Кто-то там ходит. Собачку у них, видимо. И вот так вот по одной собираем орешки. Очень кропотливая работа, на самом деле. Кажется просто. Но элементарно, чтобы собрать просто ведро, тебе надо накачать мышцы ног, бедра и потратить где-то час минимум времени. Нашли немного орехов. И вот сюда. Пусть сушится. Наверняка многим покажется странным, что я постелила себе на полу. Но это просто идеальное место. Здесь хорошо дует ветерок. Прохладненько. Самое то, в общем. Сейчас буду лежать здесь. Вот легкий ветерочек. Здесь такой вайб, честно. Не передать словами. Это просто надо здесь побывать. Такое у меня платьишко наполовину длинное, наполовину короткое. Бабушке не понравилось. Бабушка не одобрила. Она говорит, в какой-то веки ты не можешь приехать в деревню, хорошо выглядя, в каком-то женственном платье по полу. И вот такая вот люстра. Кстати, эта люстра приехала аж из Саратова. У нас в Саратове в гостиной была эта люстра. Мы привезли сюда. Думали, что в новой квартире будет чики-пики смотреться. Но потом мама передумала. Маме не понравилось эта люстра. И мы купили новую. Здесь тоже одно время был улей. И, кстати, большой. Мы решили его, конечно же, как всегда, поджечь. Хотя наш сосед говорит, что достаточно просто попшикать дихлофоса. Но мы используем дедовские методы. Организовали один факел. И поэтому на потолке остались вот эти вот следы. Потолок надо заново перекрасить. Но чем его красить, если честно, пусть так стоит. И так нормально. По идее, весь этот дом нуждается в ремонте. Но пока что все стоит. Напоминает нам детство. Здесь даже нету вентилятора. Но в этом тоже есть своя фишка. Очень атмосферно. Кстати, пока не забыл, надо вам обязательно показать мою колыбельку. Это просто ужас какой-то, как я спала в этой колыбельке. Я маму всегда спрашиваю, вам было не жалко меня? Прикиньте, и брат, и я спали в этой колыбельке. Чуть позже вам ее покажу. Вообще, здесь очень много вещей, которые напоминают мне мое прошлое. начиная даже с каких-то книг старых, заканчивая какими-то вещами, одежда. Все, что кому не нужно, все привозят сюда, наши родственники. И это как бы как музей, так скажем, да? Музей старых вещей. Господи, что с моими бровями? В таком положении я снимаю видео, выгляжу ужасно. В общем, завтра мы уже возвращаемся назад, обратно в город. Для отдыха в деревне, по мне хватит трех-четырех дней. На большее мне не хватает. Но именно я скучаю по этим деньгам, когда приезжаю. Вот я приезжаю, пересматриваю влоги и думаю, блин, я не сняла это, я не сняла то, третье-десятое. Начинаю жалеть. Думаю, блин, столько всего интересного могла бы заснять. Потом вы еще пишете там в комментариях, что Айка, как интересно, надо было еще это заснять. Я такая думаю, поеду еще раз. Вот лежу я здесь, смотрю на стол. В детстве этот стол мне казался просто огромным. Сейчас он совсем малепусенький. Либо я раньше была слишком мелкая, либо стол уменьшился в размерах. Возможно, он как-то собирается сейчас в собранном виде. Раньше вообще всю мебель, бабушка рассказывает, строго изготавливали из дерева. и не было такого понятия, как МДФ, опилки и все дела. То есть, мебель стоила дорого, и вся она была изготовлена из дерева. Так же, как и вот этот вот наш стол и эти стулья. Это дерево, просто покрашенное обычной краской. Хаус-тур, конечно же, я вам буду снимать. Это обязательно. Но просто во влогах тоже хочется кое-что прокомментировать, что-то рассказать. Вот эту вот пшеницу я увидела только сейчас. И я подумала, это просто оригинальный декор для классной фотосессии. Просто сейчас неохота, жарко и все дела. Но, блин, очень крутые фотографии получатся именно с ней. Можно как-то специфически одеться и устроить фотосессию. Будет, мне кажется, бомбически. А это я, мои друзья, мои дорогие, мои родные люди. Вот так вот я выгляжу. Я в платье от шии. Мне оно очень нравится. Как я вам? Деревенская девочка. Я подумала, что бабушка оценит мой наряд. И она скажет, молодец, в какой-то веке ты хорошо оделась и приехала. Но нет, бабушке не понравилось, что одна сторона платья длинная, другая короткая. Она даже сказала, когда ты будешь спать, я отрежу и сделаю платье ровным. Я ей объясняю, это такой фасончик. Она говорит, нет, смотрится ужасно, как будто собака тебя откусила или, как сказать, покусала с одной стороны. Вы знаете, когда мы выходили из дома, то есть в предыдущем влоге, нет, да, или, ну да, в предыдущем влоге, я была в платье с лимонами, которые последние я заказала из шиин. Просто в нем ужасно жарко, то есть ткань очень плотная, хотя модель летняя. И мне сразу брат сказал, езжай в этом платье, бабушка будет просто в восторге. Я как бы согласна с ним, действительно, бабушка была бы в восторге, просто в нем жарко, в нем ужасно жарко, но очень плотное. Даже видео не передает вам тактильных ощущений. Вот я сказала ему, что нет, это платье, в нем жарко и так далее. А сейчас я думаю, блин, если бы я в этом платье приехала, бабушка была бы очень рада. А это стоит того, обрадовать свою бабушку, даже если тебе будет жарко, чтобы она осталась довольна. Я притащила эту шоколадку с собой, сейчас будем пить чай. Я так лоханулась в прошлом влоге, я говорю, тут что-то написано на украинском, я читать не могу. А оказалось, что здесь просто написано на английском. Вот, Millennium, да, Chocolate. Как меня достали эти мухи несчастные. Короче, такая шоколадка с орехами, но это темный шоколад. Ну, ничего, говорят, темный, он даже полезнее, чем молочный. Не думайте, что я здесь просто прохлаждаюсь. Посмотрите, сколько орешков я собрала. Это где-то за 40 минут ходило. Бабушка не возвращается из огорода, для нее это просто какая-то игра. Мы сейчас идем к соседке, она заболела, надо ее навестить. Я хочу постирать свое платье. Я переоделась, надела другое платье, а фиолетовое я хочу постирать. Я его испачкала. Стираем мы в обычной вот такой штуке. Сюда наливаем воду, и у нас есть синее мыло. О, я нашла его. Короче, с самого моего детства только в Азербайджане я видела подобное мыло. Очень хорошо отмывает любой, любые пятна. Как вы думаете, что делает мамочка? Сюда они как бы высохли, неправильно? Да, уже их на полном мешочке. А сколько по времени надо под солнцем, чтобы орешки были? Ну, три дня достаточно. Три дня. Но они и веси теряют, правильно? Да, конечно. Здесь уже потихоньку темнеет, но я не могу вам не показать. Как вы думаете, что это? Напишите свое мнение, нажав на паузу. А это стол. А это стол вот с такими маленькими ножками и обычно его ставят для всей семьи и сидят на корточках на полу, на подушках. Раньше так было очень модно. Бабушка говорит, всю ее жизнь все сидели как раз таки на полу. Но сейчас, понятное дело, никто не сидит на полу, но вспоминая свое детство, я как раз таки помню, что когда я была маленькая, мы сидели на корточках на таком вот маленьком низком столе. То есть за столом вот таким вот низким и маленьким. А это моя бабушка. Мой зайчик, мой солнышко. Вот из-за этого я не люблю деревню. Посмотрите, сколько муравьев. И так на каждом углу. Я, конечно, понимаю, что они тоже хотят жить, питаться, размножаться, но все же они еще кусаются, прикиньте. Какое-то странное состояние, на самом деле, мне постоянно хочется кушать. Я только поела жареную картошку, я хочу арбузик, поела там, не знаю, грамм, наверное, 400 арбуза, и сейчас я опять хочу кушать. Покушала виноград, опять хочу есть. То есть 24 на 7, я голодная. С чем это связано, я не знаю. Но мне хочется что-то вкусненькое. Я знаю, что есть в холодильнике. Крылышки, которые я привезла для мамы. Я думала, что мне носки не пригодятся, и даже когда я собирала чемодан, слышь, мам, я сказала, что беру с собой, но стопудово не понадобится, потому что я посмотрела прогноз погоды, и там было написано, что будет жара. Но сейчас мы с мамой идем в маленький сад собирать, как мам, кизиль, или как сказать? Да, собирать кизиль, а там очень много травы скошенной, очень низко скошенной, так скажем, и эта трава очень сильно въедается в кожу ног, поэтому я беру с собой носочки. Вот так вот. Закрываем дверцу и с мамой направляемся в сторону сада. Уже солнышко потихоньку садится, прохладно, можно спокойно двигаться, и ветра нету. Как в баку, смотрите, какая собачка, мимимишная, что ты боишься? Что ты боишься, сладкий? Жалко, у меня нету ничего, чтоб тебе дать. Радость, радость, радость. Ой, смотрите, как он красавец. Никакой, не породистый, но ласковый. Мама всегда подкармливает их. А это дом друга детства. Помните, я вам рассказывала про парня одного, моего друга детства. Вот они живут здесь. Вот. Сколько лет мы, получается, дружим? Наверное, ну, лет 20 точно. Сколько я себя помню, столько мы и общаемся. И это не значит, что мы прям каждый день переписываемся, каждый день видимся. Нет, мы можем увидеться, не знаю, в полгода один раз. Можем каждый день в течение недели видеться здесь, в деревне. В Баку очень много раз виделись. То есть, дружба, она не означает, что именно постоянно ты общаешься. Иногда, когда я не снимаю истории, например, в видео не показываю своих подруг, у меня сразу в комментариях начинается, вы поссорились, произошло что-то плохое. Я говорю, нет, просто мы не виделись. Или, возможно, мы виделись, но я просто это не запечатлила для вас. По дороге очень много кустов ежевики. Правда, она не совсем поспела, но очень вкусное варенье делают местные. И они даже не сажают ежевику, она сама по себе растет и образуется вот такой вот забор. Когда мама приезжала из деревни с расцарапанными ногами, я всегда спрашивала ее, что ты там в деревне делаешь такого, что у тебя ноги настолько сильно царапаются. А теперь у меня почти в таком же состоянии ноги, хотя я всего один день в деревне. Теперь я понимаю, поэтому никогда не осуждайте, а просто встаньте на место этого человека и попробуйте постоять. А что я надела носки? А я взяла с собой. А зачем с собой? А это средство передвижения местного населения. Прикольная штука, да? Я бы хотела прокатиться на такое. Вместо осла такое вот оборудование. И даже подушка есть внутри. Посмотрите, сколько здесь барашек. Смотрите, как аппетитно он ест. Как аппетитно он ест. Аппетитно. Ну что, вкусно? Они, кстати, это иногда бьют. То есть, дерутся, как объяснить. Ну, вроде как они похожи на дружных. Смотрите, смотрите, как он ест. Мы дошли до места назначения. Раньше, лет семь назад, здесь не было ни одного дома. Это были просто участки. А сейчас и здесь соседи, и здесь, и с той стороны там дети играют. Везде соседи. Это хорошо с одной стороны, здесь тоже можно построить дом так на будущее. Мы изначально здесь посадили черешню, но, к сожалению, на камере, к сожалению, села зарядка, и я вам не смогла показать весь процесс того, как мы собирали. Сейчас всё это будем таскать домой. Сейчас вдруг резко появилась на камере зарядка. Прикиньте, когда я снимала, она резко оборвалась, видео оборвалось, и зарядка закончилась. Закончилась зарядка. И вот что делает мама? Просто сожги немножко и убегай, мам. Я точно хочу сделать. Даже не надо их убивать. Просто вот так вот сожги и всё. И всё, вот они падают. Кто ещё не понял, мама жгёт улей. Как они улей оста. Мама, беги. мы даже соседям помогли. У них тоже пожар. Пожар? Стоп сгорит. Да, сейчас устроим здесь пожар, ребят. Мама у нас здесь профи. Соседи её зовут, чтобы сжечь ос. Женщина из города, видеоблогера с кулинарным каналом. Зовут к себе домой, где несколько мужчин и просят поджечь улей ос. Ну, ничего, мама с этим хорошо справляется. Просто там костры. Может, мне воду принести налить? Да, я сейчас за водой. Извините, репортаж останавливается. Пока мы поджигали ос, чуть не подожгли весь под навес. Но нам повезло, всё обошлось. Я со скоростью света притащила в воду, налила на все очаги и всё потушили. Мы удачно. А самое главное, избавились от ос. И нас не успел никто из них ужарить. После всех этих сумасшествий я пошла мыть посуду. К сожалению, обычного крана, как у нас, например, в Баку, здесь в деревенских условиях нету. Точнее, он был, просто он сломался и теперь приходится мыть посуду дедовским способом. Я беру миску, наполняю её водой и чистящим средством мою всю посуду, которая у нас загрязнилась. Затем я меняю миску воды и уже беру другую воду. И опять же полоскаю всё. Затем опять меняю воду и уже третий раз полоскаю. Правда, сложно так, но можно. На всё, мои хорошие, вынуждены с вами уже прощаться. На этом мой насыщенный день не закончился. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если хотите больше деревенского контента, пишите обязательно в комментариях.